Так, чё, запись идёт? Замечательно. Ну что, всем ночи добрые, уважаемые друзья и подписчики, с вами Николай без фамилий, и хотел бы ответить на пару вопросов, которые задали мне подписчики и попросили, как бы, на них ответить. Как-то вот так вот получается. В общем, первый вопрос от подписчика или подписчицы. Извини, приятель, не знаю, какого-то там пола или рода, так что уж извини. Ну, или, правильно, гендера какого-то там. Не знаю, так что уж извини. В общем, он задал следующий мне вопрос. Он заметил следующую такую мелкую деталь. На постерах или анимации, так сказать, авторских анимаций от меня? Ну, в основном на постерах, потому что авторских анимаций у меня сильно много-то от меня не выходит. А те, что вы видите, это тестовые анимации, и там я потом указываю ссылки, так сказать, когда портирую модель для Мику-Мику-Дэнс, показываю, как они будут себя вести при анимации, так сказать, ну и, собственно говоря, ссылку для загрузки на них. В основном, заметил он на постерах, нежели на авторских анимациях от меня. То есть, человек объясняет мне следующее. Я беру какую-то определенную модель, использую их в постерах, но прикол в том, что в одном постере определенную модель я использую с одним набором костей, с одним набором костей, в следующем постере с этой же моделью, но там уже другой набор костей, так сказать, в этом другом постере. Как вы видите, человек внимательным оказался, то есть, да, действительно, он заметил вот эти вот небольшие мелкие различия между этими двумя, так сказать, постерами, которые я сделал Мику-Мику-Дэнс, и что использую одну и ту же модель, но с разным, так сказать, набором костей. И сейчас, как бы, да, действительно, я вам сейчас это покажу. То есть, все внимание на окно Мику-Мику-Дэнса, так сказать. Перед вами две, скажем так, идентично одинаковые модели. Да, по виду они выглядят одинаково, но у каждой из них разный набор костей. Допустим, вот у этой первой модели, которую я сейчас выделю, у нее стандартный набор костей, как вы видите, стандартный набор костей, как говорится. Для Мику-Мику-Дэнс. Второй модели, которую я портирую для Мику-Мику-Дэнсу, у нее кости в основном используются либо в Блендале, либо в Source View Market. Но тут, к сожалению, правда, не все кости, не все кости, потому что здесь у этой кости еще лиг кости отсутствует, лиг кости, как бы, еще отсутствует. То есть, те модели, которые я портирую, допустим, с того же Source View Market, если для Мику-Мику-Дэнса их портирую, У нее, как бы, еще, получается, на выходе еще и лик кости, получается. Что такое лик кости, надеюсь, вам объяснять не надо, сами знаете, что это за тип костей и все такое, как бы, получается. Если я буду объяснять, то видеоролик длинный получится. А я пытаюсь, как бы, сокращать, поменьше, как бы, получается. То есть человек вот такую вот мелочную деталь, как бы, заметил, что в своих авторских анимациях или в постерах я, вот, использую одну и ту же модель, но с разным, как бы, набором костей. И, значит, он, как бы, меня спросил, какой тип костей легче использовать для анимации, как бы, он еще, вот, спросил. Ну, честно скажу, второй, потому что, как бы, я уже поработал в Source Film Marketing, не, ну, кому-то легче будет работать с костями для Miku Miku Dance, кому-то легче будет работать со вторым типом костей, как бы, которые используют в Source Film Marketing или в Blender, как бы, говорится. Ну, лично, как я, привык использовать второй вариант, то есть, вот эти вот. То есть, они, как бы, для меня привычны, привычны и легче, как бы, делать анимацию с этими костями. Ну, кто-то, конечно, как я уже сказал, со мной, как бы, не согласится. Кому-то легче будет делать вот этот вот первый вариант, так сказать, для Miku Miku Dance. Ну, так как я сейчас уже хочу доделать две анимации, две-три, там буквально две-три анимации Miku Miku Dance, которые у меня там зависли. Одной даже уже, можно сказать, около двух лет. Анимации, которые я до сих пор еще ее даже не доделал, там у меня еще, так сказать, застряли анимации, как говорится. Ну, банально времени нету доделать их и прочее. Ну, а тут и, вроде как, я после этого собираюсь либо в Blender вернуть, либо в Souls Firmarkity начинать делать анимации, постеры и все такое. То есть, от Miku Miku Dance я уже потихоньку уходить буду. То есть, как-то вот так вот получается. И, как я уже сказал, для меня, как бы, уже привычно использовать для анимации или для постера второй вариант. Модели вот с такими вот костями, как говорится. Да, как-то вот так вот получается. Да, скомка на как-то все получилось, как-то ответ скомка на получился. Да уж. То есть, вот как-то вот так вот все получается. То есть, да, как подписчик заметил, что я использую одну и ту же модель, но с разным набором костей. То есть, извините. То есть, подписчик вот такую вот мелкую деталь, но заметил, как говорится. Ну, и второй вариант. Значит, мне тут один из подписчиков предложил, мол, а почему я не делаю короткие видеоролики? Или, как их еще называют, шорсы, как говорится. То есть, видеоролики, которые дрятся от 30 секунд до минуты. То есть, короткие видеоролики, которые вот идут меньше, так сказать, 30 секунд или меньше одной минуты, как говорится. Мол, они сейчас, типа, популярны. Почему, типа, тебе их... Потому что многие сейчас аниматоры, они, как бы, делают сейчас в основном короткие видеоролики. Нежели чем-то там какие-то длинные на 2, на 3, на 5 минут, на 10 минут, как некоторые делают и все такое. Да, я не спорю, соглашусь. Да, в основном сейчас, так сказать, хайп идет вот... Ну, как хайп? То есть, сейчас, в основном, так сказать, популярны стали... Да, действительно, короткие видеоролики стали. От 30 секунд и более минуты, так сказать. То есть, в основном, делают сейчас, как бы, аниматоры их пытаются делать. Нежели чем какие-то там длинные видеоролики. Это, как знаете, мне напомнил случай, когда вот Петрощан сравнил длинные анекдоты с короткими. Мол, якобы, короткие запоминаются больше, чем, так сказать, длинные. Длинные анекдоты слушаешь, 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 а потом в конце... А чё я слушал? А чё там было такое? То есть, это длинный. Короткие там, как бы, как я понял, как мне объяснили, больше запоминаются, чем длинный видеоролик. Там, почему короткие более запоминаются, чем длинные? Потому что, да, действительно, в длинном ролике там, как бы, идет анимация. И ты смотришь, смотришь, смотришь ее, а в конце потом думаешь, а чё я смотрел? А чё было в начале? И всё такое, про чё там? Короткие видеоролики, да, там они более запоминаются, чем длинные, я с этим согласен, да. И вот, не знаю, ребята, сейчас есть анимации, вот эти вот две анимации, которые у меня... Две-три анимации у меня там в Мику-Мику Дэнс зависли, если дай нахрен я их доделаю нафиг. Потому что потом я уже планирую возвращаться в Солтсвимаркет или в Блендер. Нет, портировать модели я буду, как бы, дальше их портировать, делать для Мику-Мику Дэнса. Ну, вот уже и, ну, собственно, постеры тоже в Мику-Мику Дэнс буду делать. А вот анимацию уже, наверное, навряд ли буду делать. Анимацию в основном я уже, наверное, либо в Блендере уже, там вчера что-то пытался делать в Блендере и всё такое, анимацию. Либо в Солтсвимаркете делать и всё такое. Ну, и, собственно говоря, постеры там тоже делать. Ну, а вот анимацию уже в Мику-Мику Дэнс я, как бы, уже делать, наверное, не буду, как говорится. Ну, единственное, что только из-за исключения, если только постеры буду делать в Мику-Мику Дэнс и всё. А анимацию уже, как бы, мне бы, как бы, уже эти бы, которые застряли одной анимации, там уже почти два года, можно сказать. Я её до сих пор там не доделал. Анимация, по-моему, называется Чудилка во владениях Ванессы, как бы, получается. То есть такое. То есть вот эта вот анимация, я её начал года два назад и до сих пор я её ещё делаю. Там есть ещё вторая у меня анимация, которая тоже, ну, ей уже полгода, скажем так, это Чудилка в понимании, как бы. И она, как бы, тоже у меня подвисла. И вот сейчас, как бы, думаю, вот сейчас, как бы, доделать вот эти вот две анимации и уже перейти на Souls 3 Market, либо на Blender. Потому что многие мне уже советуют, вот, чувак, просто делать анимацию Мику-Мику Дэнс, там немного муторно делать анимацию. Да, я согласен, муторно делать немного анимацию. Souls 3 Market или Blender, там, как бы, как он мне объяснил, да, я согласен, там проще делать анимации и всё такое. Так что, если сейчас я, время у меня будет, я эти анимации сейчас доделаю и уже переберусь либо в Blender, либо в Souls 3 Market. Но постеры, ну, постеры, так сказать, я всё-таки продолжу делать в Мику-Мику Дэнс, но анимацию уже, как бы, там делать не буду. Анимацию уже буду, как я уже упомянул выше, либо в Blender, либо в Souls 3 Market. Постеры во всех трёх буду делать, как говорится, и в Мику-Мику Дэнс, и в Souls 3 Market, и в Blender, как говорится. Как-то вот так вот, ребята, получается, как-то вот так вот. Ну, ладно, как говорится, будем закругляться, натянул, как говорится. То есть, будем смотреть уже, как бы, по факту. Ну, посмотрим. Ну, будут вам короткие видеоролики, будут вам, раз уж спросите.